На территории армянской апостольской церкви в городе Гагра, чтобы осудить вооруженное нападение азербайджанской стороны на населенные пункты в Тавушской области Республики Армения, не прошло и ста дней, как предпринята очередная попытка агрессии вооруженного нападения. Как мы все сейчас прекрасно понимаем, это была генеральная репетиция к тем событиям, которые складываются в братской для нас республике, в Республике Арцах. 27 сентября 2020 года это еще одна трагическая, черная, кровавая дата в новейшей истории Республики Арцах. Азербайджан, не выполняя ранее взятые на себя обязательства, решил силой поработить героический арцахский народ. Но расчет на внезапность не оправдал себя. Армия обороны Арцаха дала решительный отпор и блицкрик был сорван. Уважаемые друзья, я подготовил небольшое выступление, с которым хотел бы вас ознакомить. Больше десяти дней древний Нагорный Карабах объят пламенем войны. Гибнут люди. Счет идет на сотни и даже тысячи. Умирают ни в чем не повинные. Давайте все вместе зададимся вопросом, ради чего такие жертвы? Ответ прост. Ради лжи, возведенной в ранг государственной политики нынешним руководством Азербайджана. Алиев готов лишить собственный народ будущего, подставить его на плаху, только бы вернуть Арцах. Он наш не потому, что так хотят армяне. Так говорит мировая история. Просто надо открыть учебник и внимательно прочитать. Арцах был, есть и будет армянским, уважаемые друзья. Впрочем, сейчас модно делать вид, черный называть белым и наоборот. Вот и из Тбилиси в последние дни раздаются радостные возгласы горе политиков. Мол, сейчас Баку расправится с Карабахом, потом наш черед подмять под себя Абхазию и Южную Осетию. Однако не стоит выдавать желаемое за действительное. Право абхазского и арцахского народов строить независимые государства у нас уже никто не отнимет. Его мы завоевали ценой жизни тысяч соотечественников. Кстати, Грузия, развязавшая вооруженную агрессию в 1992 году, до сих пор не подписала мирный договор. Поддерживая Арцах и призывая Баку отказаться от демонстрации силы, мы обращаемся также к грузинской стороне признать существующие реалии. В середине 90-х годов на политической карте Южного Кавказа появилось 6 независимых государств. Азербайджан, Армения, Грузия, Арцах, Южная Осетия и Абхазия. Это данность, с которой придется смириться всем. В этот сложный для Арцаха час мы выражаем солидарность братскому народу. И еще раз твердо заявляем, что поддерживаем стремление карабахцев строить свое независимое демократическое государство. Азербайджан должен положить конец насилию. Властям в Баку надо набраться мужества и сказать всего лишь три слова. Признаем независимость Карабаха. Сделайте это Ильхам Алиев и войдете в историю не как палач детей, стариков и женщин, а как трезвомыслящий политик. Поймите наконец, Абхазия и Арцах это две суверенные страны. И назад дороги нет. Уважаемые друзья, и в завершении я хочу сказать, что совершенно очевидно, что правда и справедливость на стороне Арцаха. А если так, героический братский для нас народ Арцахский обязательно выстоит и обязательно победит. В этом нет никаких сомнений. Спасибо большое.